Девушки отдыхают И смотрят, просто до смешного доходят Да, Девушки действительно вот именно правильно подобранный Тон бровей, он просто творит чудеса И недостатки становятся менее заметны И лицо выглядит моложе А самое главное, что глаза и в принципе лицо выглядят выразительными Даже такие звезды, как Леди Гага, Ким Кардашин, Кэти Перри Они допускают ошибки и подбирают неправильный тон бровей по отношению к цвету волос Нужный вот взгляд со стороны, чтобы заметить какие-то ошибки с Эммочкой Мы сейчас чаще гуляем в парке И я встречаю женщин, которые неправильно подбирают тон бровей именно по цвету волос Если даже посмотреть зал, то уже видно девушек, которые допустили ошибки Поэтому я предлагаю сейчас разобраться правильным тоном бровей Для блондинки, для брюнетки и для ржеволосых красоток Мы ведь говорим даже не о цвете бровей, а об оттенке, который подбираем по отношению к волосам Я подобрала три фотографии наших красоток Это Юлечка Бортник, Роза Альнамри и Оля Волкова Все красотки с разным цветом волос Да Предлагаю посмотреть по два фото каждой из девушек На одной из фотографий каждой из девушек я изменила тон бровей Так будет наглядно видно то, о чем сегодня мы будем говорить Я хочу, чтобы мы посмотрели, а твои гости в зале проголосовали Голосовать будем за тот оттенок, который, по вашему мнению, больше подходит Розе, Юле и Оле Начнем с блондинок Давайте тогда смотреть фото Давайте О, теперь я понимаю, о чем ты говоришь Да Пожалуйста, голосуйте, у вас есть пульты, нажимайте Какой вариант вам больше нравится? Хотя тут очевидно Ну, знаешь, очевидно Ну, конечно же, это чернобровка Ну, нет Да ладно Да ну, девочки, перекрати Вот теперь, похоже, все стало на свои места 93% за тот оттенок бровей, который у Юли сейчас И 7% за более темный, ну, ей он явно не идет Спасибо огромное Ну, если честно, это не может не радовать Ну, ты же видишь, у кого не очень правильно подобран оттенок Я по одной вызову Остальные девушки будут отмечать ошибки и сделают работу над ошибками дома Согласны? Да? Давайте вот вы В предпоследнем ряду Да Здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Как вас зовут? Меня зовут Алла Вы себе сами красите брови? Да За какой вариант вы проголосовали? За первый То есть вам понравились такие более светлые Юлечкины натуральные брови, да? Да, да, совершенно Ну, а себе, смотрю, вот такие вот темно-серые, да? Дело в том, что я выбирала себе цвет бровей под наряд Я, наверное, ошиблась А если бы платье было зеленым? Зеленые брови Меня поставили в тупик На фоне таких светлых волос, светлого личка Эти брови, они слишком тяжелые, да? Они перегружают наше лицо И из этого мы выглядим старше Нужно выбирать оттенок на 1-2 тона темнее волос То есть даже вот в магазине можно, не стесняясь, да? Посмотреть палитрочку теней Прикладываем к волосам И смотрим, какой оттенок вам подходит И еще есть очень важный нюанс Есть блондинки пепельные, холодным оттенком, да? А есть блондинки, вот как наша Аллочка, с теплым, да, оттенком Поэтому точно так же и брови Если вы холодная блондинка, нужно выбирать такие светло-серые оттенки Если вы тепленькая блондинка, нужно выбирать светло-коричневые Леночка, но есть же еще большая категория блондинок Которые на самом деле бывшие брюнетки или шатенки И у них брови уже сами по себе, без всякого прокрашивания Темнее на несколько оттенков, нежели тот цвет волос, который у них сейчас Подозреваю, что у Аллы как раз так и будет А как же нам сделать брови светлее, чем они уже есть на лице? Во-первых, можно все-таки красить краской, да? То есть выбрать оттенок посветлее И прокрашивать брови раз в месяц краской Либо же, если краской мы не любим, боимся, не хотим То вот сейчас я покажу, потому что я смотрю, что да, у Аллы, видите? Вот она блондиночка, ну, крашеная И брови темнее, чем бы нам хотелось Поэтому мы просто консилером немножечко их высветлим А сверху уже на более светлые брови нанесем тот оттенок, который нам нужен Это как раньше, для того, чтобы нарисовать бровь правильно Ее нужно было сперва полностью выщипать Так теперь, чтобы правильный оттенок получился, полностью закрашиваем, а потом уже рисуем носу Ну, согласитесь, что закрашивать не так опасно, как выщипывать Я с тобой полностью согласна Мы высветлили брови, но, конечно же, да, не нужно перебарщивать, потому что нам главное, чтобы это было естественно Поэтому совсем немножечко консилера, и этого будет достаточно Теперь выбираем оттенок У нас блондинка теплая, Аллочка Нам нужен коричневый оттенок теней И очень важно отличать Я держу, и, наверное, многие подумают, что это абсолютно два одинаковых цвета Но это не так, потому что вот этот вот, он тепло-коричневый А этот, он более серый Мы берем теплый Ну, здесь уже дальше техника Набираем на кисть Итак, первое, это только на два оттенка темнее, чем волосы А второе, учитывая теплый или холодный оттенок Пожалуйста, посмотрите, как вам вдруг стало хуже Очень красиво, мне очень нравится Нравится? Да Ну, правда, не согласись, что личико сразу моложе выглядит Вот только брови правильного оттенка, все Спасибо вам огромное, пожалуйста, возвращайтесь Так, ну что, переходим к брюнеткам Смотрим на розу Здесь в другую сторону пошел сдвиг А вот мне интересно, сейчас все может быть Ну, как волнительно Я прям вся волнуюсь, не могу стою, прям волнуюсь Ну как же, как же вы проголосовали Ура! Треть за светлые брови и две трети фактически за брови Того оттенка, который сейчас у розы Да Мне кажется, с брюнетками легче всего Потому что у брюнеток обычно волосы и брови одного Не всегда, много нюансиков Так, ну, наверное, давайте вот вы Здравствуйте Здравствуйте, пожалуйста, присаживайтесь Как вас зовут? Меня зовут Оксана За какой вариант вы проголосовали? За первый вариант За первый, то есть когда брови насыщенные, да? Насыщенные Оксаночка, сами красите брови? Ну да, что за вопрос? Ну конечно Нет, соседка приходит и красит брови Что я сегодня? Такой оттенок выбираете по привычке? Я выбираю светлее оттенок, потому что волосы темные В принципе, тут есть определенная логика Это даже перекликается с тем, что мы говорили Что брови должны быть светлее, чем волосы Что слишком темные брови старят Вот Оксана и сделала выводы Не разобравшись в деталях и нюансах На которые Лена сегодня обращает внимание Век живи, век учись У брюнеток, у них зачастую пару ошибок Первое, это то, что вот не прокрашивают в принципе брови Вот только что Оксаночка сказала Волосы темные, брови, да, вот надо посветлее делать Но как раз вот таки проблема в том, что на фоне таких вот темных, насыщенных волос Если мы будем брови оставлять такими естественными и не прокрашивать То лицо будет невыразительным Поэтому брови нужно красить Просто их нужно делать, как ты, Надюша, сказала В тон, в цвет волос Либо же, если это прям черный, темный оттенок Можно сделать один тон светлее Но не больше и не меньше Потому что хочется, чтобы лицо было выразительным Даже на фоне таких красивых темных волос И вторая ошибка, которую допустила Оксаночка У Оксаны теплый цвет волос Есть холодный оттенок, черного И вот теплый, такой шоколадный А бровки такого холодного, серого Не очень приятного оттенка Брюнетки, которые имеют такой вот теплый оттенок, как вы Нужно выбирать теплое, коричневое Даже можно вот такой темно, насыщенно коричневый Но обязательно он должен быть теплого оттенка Я точно так же, как красит Оксана Прокрасила брови только просто другим тоном Оксана, посмотрите Действительно моложе и красивее И оттеняет лицо, и цвет волос Очень гармоничный Что и требовалось доказать Спасибо А вы, дорогие зрительницы брюнетки Уже будете знать точно, как подобрать оттенок бровей идеально Ну и давайте уже посмотрим третью Олечку Волкову И теперь, Олечка, ты будешь так выглядеть всегда Надюшенька, мне кажется, стоит показать фотографию Оли Обязательно я это сделаю, подругам покажу Какими бы они могли быть И тогда девочки точно отшибок допускать не будут Я начинаю нервничать Это шутка И за первый вариант фото проголосовало 97% моих гостей А за второй, как видим, всего 3% Молодцы Так, а кто у нас рыженькая? Вы выходите в первом ряду Добро пожаловать к нам сюда поближе Здравствуйте За какой вариант вы проголосовали? Я голосовала за натуральный То есть вы выбрали фото, на каком Оле не яскравые тьмяные брови Так, вам понравилось? Теба, Наташенька, выбрала неправильный вариант А ты, Надюш, да Неправильный с нашей точки зрения А для нее это правильно Наташа, я сейчас буду вас убеждать Я надеюсь, у меня получится Что все-таки есть вариант гораздо красивее И ваше лицо будет гораздо более выразительным Рыжеволосые девушки, они делятся, да Вот на ярких и на менее ярких Чем ярче оттенок, да Вот такой огненно-рыжий Ни в коем случае не нужно делать такие же яркие, насыщенные брови Почему? Потому что у вас и так слишком яркие волосы Вы и так уже очень ярко И привлекаете себе достаточно много внимания Поэтому как раз брови мы делаем светло-золотисто-коричневый оттенок А у вас, Наташенька, ненасыщенный, не кричащий Поэтому нам нужны такие вот медные оттенки Шоколадные, теплые оттенки бровей Чтобы они были такими глубокого такого оттенка Тогда наше лицо будет выразительным И волосы будут прекрасно, красиво, гармонично смотреться с бровями Даже звучит красиво Я представляю, как это понравится нам Но, Наташенька, единственная из наших выходящих сюда гостей Которая выбрала, так скажем, неправильный вариант фотографии В данном случае фото Олечки Волковой Поэтому я прошу тебя усложнить эксперимент И сперва накрасить одну бровь Чтобы Наташенька сама посмотрела на эти брови И сказала, какая ей бровь больше нравится А потом уже довершить И мы вот увидим это сравнение прямо на одном лице Только вы пообещайте, Наташенька, что вы будете честной Звучайно Я выбираю для Наташеньки вот такой вот коричнево-рыжемедный оттенок Здесь не нужно ничем обрабатывать, да? Ну, я ничего не вытираю, потому что макияжа нет на бровях Так, а подавите сами, будь ласка, Наталья, я к вам О, звучайно, так красно А я как краще? О, звучайно Просто покажите, я как краще Я к вам У тебя Точно? Точно Точно Так что, будем и иншу фарбувати Звучайно Звучайно Надо? Надо Ну, хорошо Будь ласка, роздивіться Як вам, довкажите? О, звичайно, це дуже другий вид Мені дуже сподобалось Я очень рада Тепер я буду тільки так Користувати Велике значення Має Відтінок брюв Да Дуже гарно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова